С вами Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Здравствуйте! Друзья мои, за окном мрачновато. Всю ночь лил проливной дождичек. Ну, может быть, это и хорошо. Я не знаю. Расцветает все, зацветает во дворе нашего дома. Пятиэтажного расцвела как-то за одну ночь. Сакура, ну, вишня. Буйным цветом расцвела. А настроения особого нет. Может быть, еще и потому, что позавчера, 11 числа, это радуница был праздник великий поминальный. Умерла наша любимая кошечка, кошечка, с которой, собственно, и начался наш приют. Это Вася. Кошечка, которую звали Масяня. Мася. Масяня. Я сделал об этом небольшой ролик. Кому интересно, посмотрите. Стихотворение написал. Об этом. Событие. Ну, ладно. Ну, тем не менее, значит, жизнь продолжается и наши дела продолжаются. А разговор сегодня будет у нас с вами о деле Влада Бахова. Друзья, мы все знаем, что вот уже более двух лет длится предварительное расследование. Почему предварительное? Потому что оно предваряет судебное расследование. Не потому, что оно, как бы, какое-то там, ну, такое, мелкое. Оно предваряет то, что в суде будет происходить. А то называется расследование уже судебное расследование. Значит, длится предварительное расследование по уголовному делу в отношении пропавшего без вести 6 апреля 2019 года с лесной поляны близ райцентра Демидов на Смоленщине 16-летнего Владислава Бахова. Антикибербуллинговая дама Юлия Вербицкая утверждает, что дело практически завершено, что экспертиза установила, что найденные 29 января 2020 года останки принадлежат именно Владу Бахову, что признаков криминала в этом деле нет, и останки подлежат захоронению, а уголовное дело прекращению за отсутствием события преступления. Представитель потерпевших Надежда Бородкина, в свою очередь, утверждает, что расследование идет полным ходом, что назначено и производится много-много-много различных экспертиз. Экспертиза ДНК, по ее утверждению, по козным останкам еще не готова, ну, имею в виду, не завершена, и выводов нет, кому принадлежат эти останки. Вот, она сказала так же, говорит так же, что проводится ряд следственных действий всевозможных, всевозможных, и следствие считает, что в деле есть криминальный след, и имеются лица, которых, ну, надлежит, и которых будут, типа, намерены привлечь к уголовной ответственности. С ее слов, со слов Надежды Бородкиной, Надежды Михайловны Бородкиной, предварительное расследование может продолжаться и в этом году, и еще и перейти на следующий год. Мне, как и вам всем на друзьях, хотелось бы ей верить, хотелось бы ей верить. Но в связи с этим я не поленился, в связи с ее, вот, словами о том, что много-много экспертиз идет, я не поленился покопаться в вопросе о том, какие же экспертизы, в принципе, в принципе, я не знаю, какие именно назначили, но в принципе, какие могли быть и могут еще быть назначены следователями по делу Влада Бахова. Ну, естественно, и прежде всего, это та самая знаменитая экспертиза ДНК, генетическая экспертиза, результатов которой мы с нетерпением ждем, чтобы хотя бы узнать, значит, кому принадлежат эти подброшенные, подброшенные и найденные 29 января прошлого года останки. Скажу сразу, что я в то, что она длится уже год, и неизвестно, когда закончится, не верю, и это не голословное мое утверждение, а утверждение, основанное на том, что я изучил целый вот такой вот трактат, научно-практический трактат, значит, посвященный как раз определению принадлежности, определению генетической принадлежности останков, найденных в местах боевых действий, понимаете, не просто где-то там в лесу, на Кочкино какой-то, как вот в нашем случае, а, так сказать, выкопанные и найденные на полях боевых сражений. Я убедился из этого трактата, который очень подробно, очень доступно разъясняет, поясняет, как она проводится, где проводится, значит, по каким признакам проводится и так далее. Я убедился, что она проводится вот именно по костным останкам, не по приналечии биологических, так сказать, тканей каких-то там и других материалов, волос там и прочее, а именно по костным останкам. Она проводится только по материнской, во-первых, линии ДНК и укладывается, укладывается максимум в месячный срок. Укладывается в месячный срок. То есть, я считаю, что эта экспертиза уже проведена, но выводы ее, то есть заключение ее такое, что эти выводы нельзя до пары до времени обнародовать. Нельзя. И ничего тут не поделаешь. И слава богу, что какие-то тактические соображения существуют, значит, у следствия. А тот, кто знает, значит, видимо, под подпиской ходит, включая потерпевшую сторону и их представителя, Надежду Бородкину. Что это за выводы, я гадать не буду, хотя мог бы, конечно, с вами тут порассуждать, как не буду и высказывать своих предположений по этому поводу. То есть, гадания или предположения на чем-то хотя бы даже и основаны. Я, у меня есть такие предположения, но я их обнародовать сейчас не буду. Скажу только, что я подтверждаю здесь принародно, что по-прежнему считаю, что останки на место их обнаружения были подброшены. Хоть вы меня, так сказать, режьте, хоть ешьте. Подброшены. А это, как вы понимаете, а если не понимаете, то еще раз прошу понять, что само по себе свидетельствует о криминальном характере этого дела, о криминальном следе, если хотите, в этом деле. В деле Влада Бахова. Причем в криминальном следе, независимо от того, принадлежат они Владу или иному лицу полностью, или же являются частично останками Влада, а частично неизвестного, допустим, лица. Все равно, раз подброшено, уже криминальный след имеется. Там же ведь подброшены еще, так сказать, элементы одежды, Влада и обувь. Впрочем, о том, что это полностью или частично останки пропавшего Влада, может свидетельствовать также тот факт, что следователи СК еще в марте прошлого года, кажется, если мне память не изменяет, сняли Влада с розыска, прекратили его розыск. Розыск пропавшего подростка. Убрали все эти листовки, убрали, так сказать, информацию. Вот она была, листовки эти были, информация, развешана на всех сайтах всех управлений Следственного комитета, по всем регионам. Везде убрали, так сказать, по команде, так сказать. Значит, следователи Следственного комитета, в производстве которых находится уголовное дело, убеждены, что искать дальше не надо, что даже если маленькая косточка, ну, я имею в виду позвоночек, позвоночек, так сказать, один, конечно, если мизиниц, то это недостаточно было, или другой палец. А вот позвоночек, если один хоть, вот там по двум позвонкам и двум ребрышкам было назначено, типа проведена в Смоленске экспертиза ДНК по этим останкам, показавшая, что это останки Влада. Вот если хоть этот позвоночник, позвоночек один, тьфу-тьфу, принадлежит Владу, значит, уже все. Значит, искать не надо, потому что у живого человека, так сказать, вынуть позвонки и подбросить невозможно. Значит, его нет в живых. И искать его не надо, но надо расследовать то, что с ним произошло, и кто это сделал, кто это подбросил. Вот. Что касается других возможных назначенных, проведенных, или назначенных еще проводящихся, или тех, которые еще будут назначать экспертиз. Я считаю, что помимо экспертизы ДНК с целью выяснения принадлежности костных останков, по этим останкам можно и нужно, было или можно будет провести, и надеюсь, что проведено или будет еще проведено, еще целый ряд экспертиз, сложных экспертиз, с применением новейшей техники, может быть, изотопной техники, может быть, лазерной техники, может быть, электронные микроскопы и так далее. Я перечислять не буду, значит, возможную технику применяемую. Может, спектральный анализ, проводить целый ряд экспертиз. Не просто, значит, экспертиза ДНК по костным останкам, а целый ряд может проводиться экспертиз, понимаете? Вплоть до экспертиз всяких биологических, я имею в виду, что там же может быть на останках, на этих, остатки какой-то растительности, почвы, там, где они лежали. Может быть, они не на этом месте лежали. Ну и так далее. Ну и все, что касается останков, там требуют, так сказать, разных экспертиз. Так сказать, экспертиза почвы, экспертиза растительности, экспертиза воды или другой жидкости, которые на месте обнаружения в глубину и в ширь, это все должно было быть взято. И я надеюсь, взято. И где-то даже проскакивало, значит, в чьих-то там, то ли Бородкина говорила, не помню, что брали, значит, на исследование. Ну а раз брали, значит, извиняюсь, и экспертизы должны проводиться. Вот. Ну я весь этот комплекс экспертиз, которые могут еще связаны быть с этими останками, не буду. Ну и криминалистические, конечно же, тоже, так сказать, а вдруг там механический какой-то след есть, орудия какого-то. Ну и так далее. Не буду перечислять. Но которые могут занять, как мы сами, как вы понимаете, я понимаю, довольно продолжительное время. Вот. Довольно продолжительное время. Я напомню также вам, что в распоряжении следователей имеются и другие доказательства, которые надо исследовать. Это, вы помните, предметы, одежды, обувь с различными следами, как биологического, так и физического или химического свойства. Кроме того, имеются требующие тщательного исследования видеокадры и видео и аудиоряд, будем так говорить, видео возле шалаша. Записи переговоров различных, на разных носителях. Видео, аудио, текстовые какие-то записи, которые имеют значение для дела. И другая информация, имеющая значение для дела. Принимаются меры, я думаю, следствием, не думаю, даже уверен, по расширению свидетельской базы. Вот они вместе, значит, с той же Надеждой Михайловной в одной упряжке. Тут, так сказать, поле деятельности огромное. Расширение свидетельской базы и добывание убранного или пропавшего из интернета видео насильственных действий в отношении Влада. Это тоже, так сказать, требует определенных усилий, определенного времени. Эта работа может быть связанная на уровне даже там с МИДом или с Интерполом и так далее. Поверьте мне, значит, моему опыту, что это колоссальный объем работы, требующий немалого времени. Отрадно, друзья мои, то, что сегодня в Следственном комитете Российской Федерации появилась и имеется и успешно работает собственная современная база для производства большого количества экспертиз. Не всех, которые в природе существуют и в криминалистике, но большего может быть даже числа этих экспертиз. на протяжении ряда лет, как нам известно, значит, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин пробивал в Госдуме и в других высоких инстанциях решение о создании в его ведомстве такого структурного подразделения, как судебно-экспертный центр. И вот в июле, кажется, кажется, в июле прошлого года при содействии и поддержке и даже при личном участии самого президента Владимира Владимировича Путина такое подразделение было создано. Хотя многие считают, что оно даже создано вопреки действующему законодательству, в частности, в Главном процессуальному кодексу. И другим каким-то нормативным актом. Но, тем не менее, создали и работают. Какие же виды экспертиз проводят специалисты этого центра? И могут ли эти экспертизы и эти специалисты помочь в расследовании трагедии Влада Бахова? В расследовании, ну, я буду называть убийства Влада Бахова. Ну, а что тут? Оно и возбуждено, так сказать, по части первой статьи 105-го Кодекса умышленного убийства. Поэтому, в чем мы будем вокруг да около ходить. Вот. Ну, во-первых, баллистическая экспертиза. Без баллистической экспертизы дела, значит, такого характера никогда не обходятся. И, по моему мнению, такая экспертиза должна была проводиться по делу Влада Бахова. Или проводится, или проводилась. Хотя бы при проверке сведений и версии о том, что по Владу могли стрелять во Влада, а не по Владу. Прямо. Могли стрелять из страйкового или иного, ну, огнестрельного, может быть, оружия, действительно, из пистолета. Из арбалета. Из арбалета стрелой. Помните, у него там есть такие найденные около останков футболки такие дырки, которые, так сказать, могут о многом говорить. Да и сами вот эти вот съемки, так сказать, хотя видно, что они обрезаны около шелыша, могут говорить о том, что что там применялось что-то такое. Вот. Биологическая экспертиза. Вряд ли следствие по делу Влада могло обойтись, или может обойтись сейчас без этой важнейшей экспертизы. Вспомним хотя бы, я говорю, пятна, похожие на кровь, на найденные возле останков футболки. Я не говорю, так сказать, о других каких-то, может быть, вещах. А вот хотя бы это вспомним. Дактилоскопическая экспертиза. Я не исключаю, что и такая экспертиза могла понадобиться. Мне, например, где-то попадались сведения о костете, который был выброшен где-то там в болото. Недалеко от поляна этой. Ну что ж. Да и другие моменты там. Бутылки наверняка были изъяты, еще что-то изъято. Я не знаю. Но хотя первоначальный этап, так сказать, похерили наши доблестные здесь местные смоленские правоохранители и исследователи сумели добросовестно похерить. Ну, может быть, сейчас в распоряжении Следственного комитета есть что-то такое, где-то экспертиза должна быть проводиться. Информационно-аналитическая. Это новая такая экспертиза. Мне она еще не проводилась. Эта экспертиза набирает сейчас обороты, все большую популярность. и сейчас везде, значит, где можно, без нее не обходится. Я думаю, что по делу Влада Бахова она обязательно будет назначена или проводится уже, или будет назначена, или проведена. Дальше. Компьютерно-техническая экспертиза. Компьютерно-техническая. Смотрите. Это исследование цифровой информации и компьютерных средств. Считаю, что без этой экспертизы следователи вряд ли по делу Бахова обойдутся. Лингвистическая экспертиза. Исследование текста в целях решения вопроса смыслового понимания. Понимаете, текст имеется в виду не обязательно бумажного. Эта экспертиза могла и может еще понадобиться следствию при анализе расшифровки разговоров возле шалаша, а также при исследовании текстов аудио-текстовой переписки в социальных сетях и по мобильной связи. Я все, весь объем, конечно, я не охватываю, я просто направление даю здесь. Пожарно-техническая экспертиза. Ну, какие пожары? Ну, конечно, я бы, может быть, посмотрел, а что это за поджоги? Там, что это за дома? Там, серия домов, поджогов или пожаров прошла после того, как люди рты открыли, стали обсуждать дело о пропаже Влада Бахова. Там, что-то полыхали, говорят, в Демидове или рядом дома чьи-то. Может быть, поэтому надо было делам экспертизу. Ну, в частности, значит, одной из версий, а раз есть версия, надо ее проверять, могло быть то, что тело Влада Бахова убиенного сожгли, сожгли, или на костре, или, а тело горит, будь здоров, как свечка, или же это кости потом при определенной температуре не менее двух-двух с половиной тысяч градусов, или в специальной печи какой-то. Ну, в общем, вы понимаете, о чем речь. И тут понадобится, и понадобилось бы, или понадобится вот такая экспертиза. Портретная экспертиза, ну, по фотографии, по портрету отождествляется лицо. А почему нет? Мне и тут, значит, пару фотографий кто-то присылал, так сказать, из моих подписчиков. А не Влад Лея Табахова? Я даже к Анастасии обращался, посылал, и она ответила, нет, это не он. А тут, так сказать, я думаю, потоком могли идти, значит, всевозможные информации с фотографиями разных лиц, похожих, может быть, внешне на Влада Бахова. Экспертиза могла быть портретная. Дальше, психофизиологическая экспертиза, исследование с применением полиграфа. Ну, мы знаем, что повторного делали, я не знаю, в Москве, не в Москве, значит, ну, делали повторную, повторный полиграф. Результатов я не знаю, но говорят, так сказать, никто ни на чем не прокололся. Ну, там все зависит от того, что за вопросы задавались, понимаете, что за вопросы задавались, если вопросы задавались такие, как надо, то, извиняюсь. Дальше, техника криминалистической экспертизы документов, ну, мы знаем, что постоянно появляются какие-то фейковые документы, да, даже фотографии фейковые, кто их стряпает, это можно установить, так сказать, и не только привлечь к ответственности, если она, если есть нарушение закона, но и установить, возможно, эти лица, так сказать, причастны к трагедии Влада Бахова, тросологическая экспертиза, исследование следов различных, обуви, транспортных средств, орудий, инструментов и так далее, фоноскопическая экспертиза, по фонограммам, речь, идентификация, вот, смотрите, я говорил, что Цунады, Алиси, в Америку, через 15 минут после того, как она ролик выложила о том, что Влад Бахов жив и находится, вывезен на Кавказ, позвонили, значит, из Махачкалы и угрожали, вот можно, так сказать, это лицо, значит, если он будет установлен, он звонил, не он, просто я для примера говорю, экспертиза материалов, веществ, изделий, физико-химическими методами, без этой экспертизы не обойтись, экспертиза холодного и метательного оружия, ну, я говорю, если, например, из арбалета, это уже, так сказать, может быть отнесено к холодному оружию, вот, я привел здесь только те виды экспертиз, друзья, которые, на мой взгляд, могли, могли проводиться в СК, или будут проводиться, или сейчас проводятся, по делу Влада Бахова, в собственном экспертном учреждении, ну, вот, давайте сейчас подведем быстренько итоги, а мои выводы из всего сказанного такие, генетическая экспертиза по костным останкам давно проведена, ее результаты не оглашаются из чисто тактических соображений следователя, дальше, найденные 29 января прошлого года костные останки на место их обнаружения подброшены, что уже само по себе свидетельствует о криминальном характере дела, дальше, все костные останки, либо их часть, могут принадлежать Владу Бахову, дальше, по делу действительно проводится масса судебных экспертиз, и последнее расследование по делу продолжается, друзья, что ж, будем ждать с вами, ждать, надеяться и верить, что следствие сработает не в холостую, и все виновные в трагедии Влада Бахова будут привлечены к предусмотренным законам мерам наказания, ну что ж, друзья, с вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, здесь говорят только правду, и выясняют правду с вашей помощью, а еще прошу, если у кого-то есть возможность, помогите материально моему домашнему приюту для бездомных, больных, животных, который называется Котовасия67, все необходимые атрибуты для оказания такой помощи, для того, чтобы вы смогли свое добро материализовать, имеются под каждым моим роликом, всего нам всем доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok